Во вторник на этой неделе на планерке прозвучало несколько вопросов Киевской областной энергопостачальной компании от Словуччан. Мы встретились с руководителем Словуччского филиала Кучинским Михаилом Анатольевичем и на основе ваших вопросов сделали актуальное интервью, которое предлагаем вашему вниманию. Михаил Анатольевич, мы по просьбе жителей города встречаемся с вами для того, чтобы выяснить, почему не вовремя приходят платежки. Квитанции действительно пройшли в затримке в этом месяце в связи с техническими проблемами, потому что с начала года все нарахования, все оплаты разносились по личным карточкам с Словуччаном. Это немного заняло время, но мы смогли. В следующем этапе это будет вчасно, десь после 15 числа. Куда передавать свои показания счетчиков и когда, чтобы были учтены абсолютно все? Показники лечильника необходимо передавать оператору системы распределы. Оператором системы распределы на территории города Словуччан есть акциональное товариство Чернигов Обленерго. То есть, споживатели щомесяча передают свои показания лечильника. Там есть в электронном кабинете, могут это делать, могут делать СМС, ну, там есть перечень соответствующих сервисов, по которых необходимо передавать свои показания лечильника. Хорошо. Те, у кого есть личные кабинеты в Чернигов Обленерго, можно ими пользоваться? Потому что, насколько я понимаю, вы киевская фирма, а пользоваемся мы Чернигов Обленерго. Конечно, они могут пользоваться этими кабинетами, передавать, как я уже говорил, туди показники лечильника и контролировать. Потім, те показники, которые они передали лечильника, будут отображены в квитанциях объема спожито-электричной энергии за месяц. В соответствии с которой Киевская областная, соответствии с методикой НКРА, национальной комиссии регулирования электричной энергетики, переведет киловатты в гроши. Беспокоятся славутичане, которые сделали переплату в апреле, в мае именно по Чернигов Обленерго. Будут ли учтены эти переплаты вот сейчас? На рахунок перерахування коштей в Чернигов Обленерго. Шановні мешканці міста Славутича, звертаюся до вас с проханием сплачувати кошти тільки Киевской областной энергопостачальной компанией. Потому что, очень много наших споживателей и показывают квитанции об оплате за электроэнергию, но мы показываем, что у них есть заборгованность. Потому что Чернигов Обленерго, Киевская областная энергопостачальная компания и совсем разные компании. Поэтому, если вы заплатили деньги до Чернигов Обленерго, вам необходимо вернуться с заявкой, что до вернения денег вам на личные ваши рахунки. Куда нужно принести это заявление? Давайте укажем адрес. Заявление необходимо перенести в Ереванский квартал. Это сбутная дельница Чернигов Обленерго. Можно листом заказным через почту. Учитывайте ли вы снятие показаний двухтарифных счетчиков и у ликвидаторов есть льгота по 100 кВт. То есть, учитывайте ли вы льготный режим. Пильговый режим застосовывается для всех пильговых, которые имеют пильгу и которые имеют подтверждение цели пильги. Ну, необходимые документы. Нарахование проходить, звичайно, дифтариф враховывается. Відповедно, постанове 910. Кожна людина может ее найти в интернете и проверить правильность нарахования, если она не согласна с нашими нарахованиями. Відповедом наших квитанциях. Або обратиться особо до нас в центральный цок міста Славутича. Мы находимся в торговом центре Минск. Другий поверх. Вхід напротив фонтана. Нужно документы? А как ликвидатору приносить копию документов или не надо? Не нужно. Не нужно? Не нужно. Миняются реквизиты. Если вовремя не заплатили, то платить надо по новым реквизитам, либо по старым. В этих квитанциях, которые получили жители в середине месяце, изменились только особовые рахунки. Они начинаются на четверочку. А решта, розрахунковый рахунок, все осталось без изменений. Тобто, те деньги, которые были заплатены на протяжении года на этот розрахунковый рахунок, были отображены в особовых картах споживающих. Хорошо. В платежке есть такая фраза, точнее, строчка «Вартность услуг оператора системы розрахунков за тарифы». Ну, что это за услуга, чтобы людям было понятно? Это показывает, что Киевская областная энергопостачальная компания сплачивает за послуги с распределом акционерного товариства Черниговобленерго. Тобто, споживающим не нужно платить деньги Черниговобленерго. Необходимо платить деньги лишь Киевская областная энергопостачальная компания, а Киевская областная энергопостачальная компания, в свою очередь, сплачивает деньги Черниговобленерго за послуги надания распределом электрической энергии. Ринок электрической энергии выглядит в следующей форме. Оператори системы распределом – это так называемые бывшие Черниговобленерго. На них держава поклала функцию лишь распределом электрической энергии. Тобто, споживающие в кабинеты передают лишь показники своего споживания. И все. Решту вопросов, что до оплаты… Согласно платежам. И по адресам, по которым указано в этих платежках. Хорошо. Что делать, если пришли очень большие суммы, вот ко мне обращалось несколько жителей Славутича, там за 1000 гривен, но они считают, что это неправильно. В данном случае нужно приносить платежку, я так понимаю, и приходить к вам. Конечно. Если у споживачів возникают вопросы о нараховании по оплатам, они могут обратиться к нам, как я уже говорил, мы находимся в торговом центре «Минск», обратиться с 8 до 5 часов, взять обоязково с собой все квитанции об оплате, чтобы мы проверили правильность квитанции, набраних розрахункового рахунка, а не на какую-то другую организацию. Мы разбираемся, смотрим, что все мы люди, помиляемся. Людина показывает, что она набрала все, фамилию правильно, а розрахунковый рахунок не той организации. И, конечно, деньги пошли в совсем другую организацию. А не «Золотая энергия». Хорошо. И есть жалобы на режим вашей работы. Многие считают, что до 5 часов это как-то не очень удобно. Можно ли как-то изменить хотя бы в какой-то день, может быть? Ну, или вообще, как можно обращаться к вам, чтобы до 6 часов хотя бы можно было прийти к вам и лишить свои проблемы? Ну, над этим вопросом я переговорю с керівництвом товариства нашего. С большим рабочий день на пару годин больше. Это какой-то один день рабочей недели, что люди смогут до нас подойти. Хочу наголосить людям, что кошти за пожитую электрическую энергию необходимо сплачивать Киевской областной энергопостачальной компанией. Если есть вопросы, то мы постараемся на короткий термин все вопросы решить. Продолжение следует...